здравствуйте прочитали сейчас комментарий по поводу того что птицы на клеточное содержание или напольное пощадите птицу нам рекомендуют растить напольно птицу причине того что она не садится на ноги при выращивании напольного нет там не так написали нам вы через пару лет придете к тому что клетку нужно держать в вольере мы ответили что когда можно держать в вольере мы ответили что как раз год назад мы ушли от вольерного содержания расскажем тем кто к нам заново присоединился мы содержали птицу напольно ты что клетку мы ушли от этого отказались по каким причинам первое и одно из основных это то что птица мясо имеет запах помета она лежит животом птица так или иначе как бы вы не чистили вольер все равно на своих какахов если у вас поголовье большое количество этих бролеров то чистить нужно не знаю наверно выгребать это раза два дня и засыпать новыми опилками это очень затратно в наше время и очень трудоем так что как бы вы там не старались равно птичка будет лежать на своих какашках и концу забоя особенно если это в межсезонье это весна или осень да вот мы когда влажно в курятниках помещениях и она прям ну она воняет тушка вонять будет да вы все равно из под нее не вычистить правильно же то есть она покакала или глаз сразу все вы вычистите там допустим через там когда она уже встала что называется а лежать она сработает на этом и никуда вы от этого не денетесь и тушка все равно особенно для очень чувствительных людей она пахнет пахнет вот ну не просто не спорте пахнет она на сетке такого нет понятное дело все проваливается там микроскопические доли помета которые остаются на сетке они в общем не несут такого мерзкого запаха для этой тушки потом впоследствии как при напольном содержании еще момент такой мясо бролера который ходит по напольном содержании по вольеру какому-то или по загону почему угодно она жестче понимаете расстояние между кормушкой и поилкой больше птица имеет больше возможности передвигаться и поэтому она более мышечная она жестче мясо еще что чтобы бройлер не садился на ноги его нужно держать напольно это не так напольно они тоже посадятся на ноги в каждой партии все равно у вас чем бы вы ни кормили будут бройлер которые сядут на лапу сядут они одинаково что на клетке что на полу на клетке вероятность чуть больше потому что все-таки она скользкая им не так удобно ходить по ней согласен но напольно также прекрасно садятся бройлеры на лапу так и сразу опережающий момент если вы содержите 10 птиц напольно и у вас ни одна не села на лапы когда вы делаете это несколько лет уже работайте хорошо мы поздравляем вас те три птицы которые сядут из ста на лапы к вам ни разу не попадали кто говорит вот у меня птицы никогда на лапы не садилась потому что я вот это и это давал да потому что у вас птицы пять штук вот она и не садилась когда у вас будет 100 или 200 то тогда вы узнаете что она садится и всегда садится на лапы всегда есть птица который сядет на лапы нет но бывает такой поток вот вспомни да бывало что ни одна не села на лапы там другая какая-то проблема одна две ну какая то все равно часть будет в любом снова же вы забиваете его 60 дней это одно да птица самая крупная она садится на лапы или вы забиваете в 40 дней и у вас другой птиц вес птицы и она не садится поэтому на лапы тут нельзя так однозначно сказать у меня никогда а вот у меня блин когда понимаете тут каждого свои условия и поднимать лечить ее бесполезно просто трата времени но можно если вас делать заняться если не очень понравилось очень милая у нас одна зрительница даже я говорю что я проще убрать просто конечно она на солнышко носит потом она таблеточку и 3 раз в три часа дает каждой ночью в том числе потом она капельками и пропаивает потом она ее флостик целует и укладывает спать на кроватку вы поймите когда их 100 штук вы не будете это делать просто и вас нет на это время у вас остались пока вы за этой ходите это понятно саша я имею ввиду предельное начало когда ты уже не обращаешь на такие вещи внимания потому что просто вы пострадаете серьезнее если будете выхаживать эту птицу с потери времени еще момент почему мы не напольно не содержим мы потому что группа опилки вы разоритесь просто подстилка подстилка да дорого это все сейчас наша билка опилка опилки опил стружка буду говорить опилка и стружка это разные вещи мы знаем да можете не писать значит так что еще почему я скажу почему потому что во первых площадь а площадь не эффективно используется вот же основной еще то есть если там где вы можете разместить комфортно 100 бройлеров напольно вы на этой площади можете разместить грубо говоря так и есть три яруса все это вот клеточно снова же и не у всех есть возможно по вентиляции на море на снова же напольно она еще по объему воздуху смотри что напольно напольно должно быть помещение это не говори что у тебя не получится равно на это же больше 300 потому что нужно еще смотреть по объему воздуха которые требуются птицы для ее жизнедеятельности то есть нужно еще вентиляцию рассматриваться нужно в любом случае даже и на но я имею что стоит 300 здесь уже совершенно другие вы поймите когда еще один момент смотри ты напольно садишь птицу ты не можешь так часто убирать за них говно помет когда ты глядешь на содержит потом убираешь помет каждый день имеешь это возможность а напольно то все равно вот это все испарение то она остается ну хоть ты же не будешь каждый день прям очищать ты же будешь все равно там раз в неделю значит неделя это все дело все это вентиляция нужно чуть ли не серьезнее чем клетках вот момент опять-таки напольно будет содержать будете бороться с злюзом постоянно не постоянно но больше в разы больше вероятно что вы заранее даже будет сейчас это самое у вас да вот вас такая нападе вообще любая зараза в клетках менее вероятно чем напольно согласись же клетку ты дезинфицируешь после каждого ты же не будешь помещение каждый раз дезинфицировать после каждой партии ты будешь хорошим заниматься ну саш ну давай так между нами договоря кто так делает причем продезинфицировать клетку огнем это одно продезинфицировать здание помещения это совершенно другой расклад это не просто ты вычищаешь подстилку там бахнул шашку хотя и это тоже ну как бы дезинфекция не знаю не знаю то есть тут больше всяких вопросов и сложности и каждый должен исходить из своих условий которые у него имеются нельзя сказать выпустите птичку вот на вольные хлеба и она у вас перестанет болеть вы кому это рассказываете бровер не та птичка который растить можно на выгуле да и вырастили ну трава неинтересно смысл какой солнышко ну хорошо как-то затем сомнительный аргумент вопрос такой когда солнышко плюс 20 это хорошо когда солнышко и плюс 40 извините меня этот бройлер уже полудохлый весь он не жрет не ничего не делает он только пьет глаза закатывает и ему фигово очень наглухо понимаете скажешь помещение еще хуже опять-таки смотря какое помещение как они оборудованы конечно высоков всяких но бетонный пол хорошая подстила подстилка отсут от присутствие хорошие качественной вентиляции до напольное содержание почему нет все отлично никто ничего не спрашивает дезинфекции после каждой партии а если у вас черти какой сарай и крыша и все и как тоже мне одна женщина писала если есть помещение под крышей все бройлером достаточно да нет милой моей недостаточно мы растили такого бройлера это слезы просто потому что у него выделение достаточно много сами знаете помета достаточно много влаги содержит там это получается твоего apil apil кота это твоя опилка apil стружка ручка вся будет мокрая наглупо и и надо чистить ее надо выгребать и заменять постоянно есть а большое количество это просто делать не успевать можно подсыпать что ты подсыпаешь на свежие опилки да им через сутки приходишь все можешь сможешь заново подсыпать и тебя нога прям тонет в этих опилках с пометом влага они все грязные как свиньи они все глаза вот такие когда у вас 10 градусов и сухо это одно а когда 10 градусов влажность сто процентов мокрая подстилка то это совершенно другая птица эта птица не то что невкусная она вонючая страдает и я не знаю что надо в прошлой жизни сделать чтобы родиться бройлером вот в таких условиях потужить это наказание кромешное и никакая клетка уж поверьте клетка для них рай издалека покажу они грязные ужас какие-то как свиньи все черти что короче не экспериментируйте таким образом если нет нормального отапливаемого сухого хорошего курятника для бройлеров зимой то это просто мука сплошная и потери вот наше мнение никому не навязано поэтому каждый бройлер каждый должен выращивать бройлера условиях максимальных и оптимальных которые может создать сам и никак иначе а то что растите вот так и не будет болезни будут а то что сделаете вот это и не будет не да вы не знаете других прочих равных условий как можно это утверждать понимаете у вас вода другая до содержание минеральных веществ в воде другое у вас корм другой абсолютно да что вы там еще добавляете какие пропойки витаминки какие еще чё все разное это очень важно у вас яйцо другое вот у меня коробка одна а может быть в этой же партии крайняя коробка другая и другая семья инкубационное стадо другое и другие генетически заложенные моменты в ней как бы особенности каждых куриц индивидуально у нас сколько партий было одна партия отличается от другой одна партия проблема например может была с водянкой а другая бывает партия при тех же самых условиях и не было ничего помнишь вот ну по истечении я имею ввиду вот этих вот лет выращивали одна партия большая грудь грудная мышца а у другой партии и вроде вообще нету ходит куда одна партия вообще не жирный жир нет совсем другая партия смотришь и вот такой жирок на коже все абсолютно все одинаково а птицы то разная поэтому если вам вдруг ваши 10 птиц попались из этой сотни без возможного падежа на ноги это не значит что если бы вы взяли тысячу голов этой партии то у вас бы ни одна птица не упала на ноги это значит что вас 100 из этой тысячи бы отвалилась но просто те 10 штук не попали в этот процент и все повезло бы по-другому у вас бы могло 5 из 10 упасть на ноги это были бы именно те 5 которые в этой сотне упали бы вопросов тут очень очень скользкий нельзя утверждать однозначно поэтому все вот эти вот зуб даю будет у вас все хорошо только выпустите птицу в поле чистое гулять все проверено не будет я своего петуха могу каждый день на солнце уносить мне несложно как кота петуха и еще и ребенка и заодно всех троих взяла их на лужайку на лужайку выбросила не будет счастья вам от этого это все бабушкины сказки к сожалению было бы очень просто до петух на сетке скажи на лапу сел ты его за шкирбан вытащил на улья на солнышко он стал до оклемался пару дней у нас есть и теплица для этого да и можно сделать какой-то легкий навес на голову не так все я говорю есть вероятности она не маленькая если у вас петух сел на ноги вы можете вынести его на этот самый на напольное содержание куда-то на землю посадить дать там аквадетрим пентовит ну какие-то мероприятия провести он возможно станет другой вопрос надо ли это вам когда у вас большой поголовье там до сидит вы чё будете каждого вот так вот устанавливать реабилитировать да он уже если сел на ноги значит у него уже приличный вес забойный поэтому вы просто берете забиваете его и все и никому цирка этот не нужен который вот выхаживание выхаживание поднятие его зачем это нужно у вас и почему тогда занятий нету когда пентовитом кормил ради интереса просто посмотрите у меня у меня 9 или 10 таблеток оставалось да я хотел в очередной раз доказать что это все бесполезно я доказал я его вчера убрал у петуха и когда я его убрал я его пересаживал но он так на скидку я унизвешивал но он в живом весе был наверное три с половиной где-то я вчера его забил татушку видела да там вообще ничего не осталось у него просто атрофировали все мышцы не груди не ног ничего вот он из-за того что не мог полноценно питаться и пить да вот хотя я его на руках носил от кормушки до поилки до все эти там сколько-то дней я не знаю четыре наверное пять даже вчера я его убрал и пришел и опять очередной раз к выводу что надо было как он только сел на ноги сразу же нести его и засовывать в конус потому что я потерял мясо я потерял вот и все это петух на грудку да на сыровяри но это нам как бы не принципиально а если подходить по взрослому к вопросу то я потерял где в деньгах я его кормил просто так смотри как цвет у тебя на матрице это плавает от зеленого до желтого видишь когда мы камеру купим как раз нормальную наконец-то когда продадим мою почку твою я уже продал ты просто не курс вторую без 2 без 2 тебе сложновато будет а без меня будет сложновато тебе так вот поэтому да придется на продать твою ладно все всего доброго до новых встреч а чем наше мясо значит по мнению некоторых людей отличается от фабричного так как птица сидит также в клетке мы уже сто раз говорили на канале и ссылочку где-нибудь вот здесь вот прикрепим здесь вот вот где-то вот тут вот короче прикрепим да где мы этот вопрос еще раз обсуждаем в чем отличается наше мясо от фабричного все на этом всем пока подписывайтесь комментируйте но пасаран еще что-то не пугаешь пальчик но не пугает только их зайка а в танку вот не любит в клеточке посмотри какие аккуратно зайка не пугает только котик хоть аккуратно осторожно пойдем маленьких смотри пойдем дам тебе одного погладить ты друг вам в